здрасте и здрасте вам господи то боже мой сколько лет сколько зим то не говори это самое но я как-то не очень скучал я тебе точно скажу ну вот а я думал скучали ну видишь какая вот штуковина что ты хотел спросить или сказать раз ты соскучился я вот ну в крайний раз по моему смотались от меня я не помню на какие темы общались но помнишь что я переключил тебя да и вполне могло быть это наверное может и майор а может чебурнета может я переключила может даже вы а у вас записи стрим я стримов сейчас не виду времени возможности нет я просто поработал так хорошо отдыхаю сейчас запись идет конечно я говорю я отдыхаю сейчас если получится интересное общение будет классно а там бог его знает так что у вас за канал я не помню александр беспалый а свита наука техника а а то есть подписывайтесь друзей ботама мало подписчиков да я на вас не подписывай посылание буде закрепленному каже каждый второй поэтому смысл вас подписываться заходи на канал ты посмотришь как классно там у меня есть видео которое я считаю совершенно недооцененное оно называется как гельмут гретруб алекс алексея леонова от лютой смерти спас а когда вкусно что ли уходили нет 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 уже после этого каким образом спас я что-то я что-то пустил но посмотрите видео не буду сейчас все карты раскрывать там есть там как раз именно рассказ о том как гельмут гретруб спас алексея леонова не тогда не там когда он первый раз космос выходе а чего спас то от смерти от страшной мучительной смерти леонову несколько раз везло в жизни очень сильно везло ну в частности например там при испытании по моему летной техники он там был на волосок от гибели и ни царапины не получил потом был очень тяжелый вот этот полет с выходом в космос когда он еле вернулся в кабину корабля и потом получился такой момент когда испытывали когда в первый раз с экипажем отправили на орбиту корабль значит сначала же восток потом восход и потом союз который скажем так немножко модифицированном варианте до сих пор летает рэф использует же корабль союз для в частности для запуска для пилотируемых полетов и вот первый полет с экипажем леонов должен был лететь с еще двумя космонавтами не помню сейчас фамилий честно говорю вот и он командир экипажа как самый опытный как самый опытный из них летчик космонавт и вот буквально за пару месяцев до полета у одного из его космонавтов его экипажа а он основной экипаж вдруг обнаруживают какое-то темное пятнышко на флюорографии и врачи говорят нет он не годится для нельзя его пускать в космос и было два варианта как поступить то есть сохранить ядро экипажа алексей леонов и еще один космонавт и просто поменять вот этого якобы заболевшего члена экипажа либо полностью всю команду меняем на запасную и вот если я не ошибаюсь каманин руководитель отряда космонавтов тогда он принял решение полностью экипаж поменять там пацаев добровольский и по моему берегову ну вот волков пацаеве добровольский вот могу ошибиться по памяти говорю вот и вот эти три космонавта полетели ну там были определенные сложности в полете корабль новый и так далее когда срабо уже они возвращались на землю на высоте чуть меньше ста километров сработали пироболты взорвались которые отделили этот самый агрегатный отсек который не нужен при входе в атмосферу все что не нужно выбрасывается сработали пироболты и вот пошла акустическая такая волна по корпусу их корабля и совершенно случайно сработал клапан который стравил начал стравливать воздух в корабле наружу на высоте ну там порядка 80 70 километров и вот корабль начал терять воздух и они погибли они без скафандров их они втроем же летели этот самый трещина какая-то была не трещина а сработал клапан причем когда потом начали разбираться оказалось что в принципе и нафиг не нужен там вроде как уравнивать давление атмосферы внутри корабля и когда он уже сядет и он не штатно сработал и вот три космонавта погибли ну мучительной достаточно смертью вот так вот должен был лететь экипаж под руководством алексея леонова и благодаря тому что потом выяснилось что со здоровьем у этого космонавта все в порядке вот у кого нашли из экипажа леонова у кого нашли вот это затемнение на флюорографии пятнышка ну то есть как это или ошибка или что-то еще это просто как бы такой этот экспериментальный такой экипаж нету они в первый раз запускался пилотируемый корабль именно с экипажем с людьми причем непонятно было нафига было его с людьми запускать когда до этого были аварийные пуски ну решили что давайте такие с экипажем пустим но гельмут гретруб не не к этому спасению от ну имеет отношение а к другому а вот если вы захотите об этом узнать вы посмотрите это видео вот как вы вот как вы украинцы любите вот завернуть ситуацию да типа я вот расскажу начало это не начало это я рассказываю другой раз другое чудесное спасение алексея леонова может вы расскажете мне просто интересно ну я это самое затравочку дам алексей леонов должен был лететь в экипаж не в экипаже а он должен был единственным космонавтом сесть на луну они же должны были обогнать американцев первым должен был советский человек сесть на у нас кто первым на луну сел американцы по моему конечно же да нил армстронг бас олдрин и по моему коллинз третий если я не ошибаюсь коллинз остался на орбите вокруг луны а нил армстронг и олдрин сели армстронг первый как командир экипажа вышел на поверхность ступил на поверхность луны там чего и приборы и флаги 39 килограммов александр я же сказал канал александр беспалый вы александр а вы не внимательно слушайте да извините пожалуйста смотрите а вот как вы верите в то что американцы первые сели на луну разумеется это очень легко доказать я вам могу сказать не я кстати тоже верю если честно я просто ну ваше мнение буквально два слова во первых в советском союзе знали об этом потому что полеты отслеживались центром дальней космической связи они же остронаправленными антеннами следили слушали переговоры получали телеметрию они все это все шесть полетов все семь полетов и шесть удачных именно с посадками они все знали сейчас на поверхности луны прекрасно видны вот эти ступени видны следы их деятельности следы вот эти автомобильчики на которых они в трех последних миссиях ездили по поверхности луны а кстати александр а вы не помните какую какую табличку там установили на луне там если они ошибаюсь они установили табличку с фигуркой астронавта в память о погибших астронавтах а они положили они оставили вот я честно говорю там в деталях могу меня больше всегда я помню технические подробности но если я не ошибаюсь это была табличка с фигуркой астронавта в каскофандре это с именами и в честь погибших астронавтов они а подожди они они тех кто высадился на луне нет 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 это именно в честь погибших ну насколько я помню вот именно об вот этой табличке фигурки астронавта такая неслабая табличка да неслабая вот так вот корабль союз на самом деле готовился чтобы облететь вокруг луны то есть он потом когда советский проиграл лунную гонку корабль союз именно с ракетоносителем протон должен был они должны были облететь луну а ракетоноситель протон она до сих пор но она уже потихоньку сейчас ее сворачивается производство уже скорее всего последние пуски несколько пусков будет но она же использует чрезвычайно токсичные компоненты топлива очень токсичные и окислитель топливо считается более токсичным и никогда ракетоноситель протон не использовалась для выведения пилотируемых кораблей ну вот так вот не вы правильно сказали табличка павших астронавтов ну я помню я помню это и технические подробности я лучше помню а вот я помню что вот фигурка пласти пластмассовая фигурка астронавта и конечно я не помню там эти имена да все правильно сказали я просто я просмотрю я помню я смотрю передачу об этом ну как бы не могу сейчас точно утверждать а вы для вы для чего такую тему затронули ну я образовательные видео из делаю когда есть возможность чат рулетка тут вышел можно отдохнуть просто поговорить а когда это я делаю фильм то мне надо тратить на это и время и силы а я работаю для наших военных мне это не всегда ну вот есть возможность такая с удовольствием выделал образовательные видео у меня там есть и как сделать радиоприемник и как работает транзистор и про первые в м в советском союзе вот машина бэсэм мэсэм феофании под киевом и м1 под руководством исаака брука очень интересная машина с использованием немецких полупроводниковых приборов трофейных которых вывезли из германии купрексные выпрямители не знали что с ними делать вообще хотите поговорим про ракетные двигатели давайте давайте поговорим смотрите я сейчас по памяти буду говорить но в принципе скажем суть будет абсолютно точно я не пользуюсь сейчас какими-то справочными данными смотрите двигатель фау-1 фау-2 фау-2 ну собственно с которой все это началось до топлива спирт и жидкий кислород тяга ну там по разным источникам 25 27 тонн ну то есть это двигатель 25-тонного класса с одной камеры сгорания на кислороде керосине с газоструйными рулями для регулируют для управления ракетой 25 тонн когда совет обломки этого двигателя упавшие там где-то в польше нашли и привезли в москву борис чертог об этом пишет в зале в каком-то там чизпорт зале каком-то зале значит обломки вот этого двигателя но сцену с такой помятой по поврежденной но сравнительно целой камерой сгорания советские ракетчики увидели то борис чертог зашел туда и он увидел ноги исаева ракетчика который одного из ведущих специалистов ракетчиков который осматривал этот двигатель и он будучи эмоциональным таким человеком который всегда какие-то крылатые фразы давал он вылез из этого двигателя и говорит это то чего не может быть потому что самые мощные двигатели тогда это были в советском союзе это ну во первых катюши были твердотопливные двигатели а в авто а жидкостно на жидком топливе они давали тонну ну максимум две а тут двадцать пять тонн оказалось потом ракета r1 этот же двигатель использовала это полная копия v2 только под советские в советские технологические возможности полная копия вы мне немножко объясните потому что я ракета r1 полная копия v2 естественно этот же двигатель и у немцев вроде бы как этот двигатель никак не назывался ну просто двигатель для v2 и все и вот это подождите а v2 у них для чего использовался ну это первая баллистическая ракета вернер фон браун германия пенепюнде лондон бомбили но это 40 он первый успешный полет в сорок втором году ну такой еще испытательный а вообще это сорок четвертый сорок пятый год когда бомбили лондон во время второй мировой войны немцы этими ракетами обстреливали лондон несколько ракет по моему на антверпен было запущено но в основном это бомбардировка лондона есть можно можно я скажу можно я скажу да я просто фильм смотрел не знаю насколько правда неправда просто когда гагарина запускали в ракете которую на которой его спускали использовались вот именно вот эти вот немецкие разработки это правда это правда я сейчас об этом хочу рассказать так вот r1 явилась точной копией ракеты фау-2 просто некоторые сорта стали там поменяли на советские так далее и двигатель стал называться rd-100 ракетный двигатель сотый потом потом оказалось что в этом двигатель можно вопрос а топливо какое там было этот самый 80 процентный высокой степени очистки очень классный этиловый спирт и жидкий кислород а то есть получается жидко топлива конечно ракета управляемая на жидком топливе а перебью просто я смотрел опять передачи на буквально недавно якобы там использовать использовалось топлива перекись водорода очень топлива которая очень взрывоопасная так скажем нет 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 там были проблемы с боеголовкой когда боеголовка с высоты чуть ли там не сто километров входило в плотные слои атмосферы то были взрывы именно боеголовки ракеты фау-2 мне сложно сказать именно о чем вам там фильм рассказывали я зрителям своим рассказываю но там только по моему лет через десять советские ракетчики только где-то к пятидесятому году ну так грубо говоря к началу пятидесятых годов разобрались как почему большому скажем так некоторое количество этих боеголовок массой в тонну дали не долетали до земли а взрывались при подлете к цели там был разогрев вот этой оболочки боеголовки она была начинена взрывчатым веществом ну что-то вроде там тол там или еще что-то и вот это вот я происходили взрывы так вот я немножко продолжу и вот оказалось что этот двигатель он спроектирован с очень серьезными запасами прочности и очень часто советские инженеры когда брали немецкие разработки они их форсировали так например 37 миллиметровая противотанковая пушка rain metal стала сорокопяткой ствол можно было без ущерба для работы орудия увели противотанковой пушки увеличить калибр до 45 миллиметров это же нестандартный калибр а 76 миллиметровую зенитку тоже если я не ошибаюсь rain metal превратили в 85 миллиметровую зенитку то есть запас прочности немцы закладывали запас прочности и пушка танка 33 34 85 это же на базе вот этой вот немецкой немецко советской зенитки так вот оказалось что ракету r2 у нее двигатель если я не ошибаюсь rd 102 его форсировали и тяга этого двигателя с 25 выросла до 35 тонн ну я так порядок сейчас величин говорю и эта ракета с некоторыми усовершенствованиями стала лететь уже дальше увеличили дальность полета этой ракеты r2 а следующая ракета которая стала в какой-то мере грязной ракетой называлась r5 на ней дальше еще сильнее форсировали вот этот немецкий двигатель чуть-чуть поменяли форму камеры сгорания она из грушевидной стала сферической еще увеличили тягу этого двигателя по моему двигатель стал нас назывался то ли rd 103 то ли rd 105 вот не помню точно тоже кислород керосин тоже газоструйные рули для управления сейчас уже так не делают и получилась ракета r5 у нее дальность порядка 1200 километров и вот ракета r5 стала первым носителем атомной боевой части кроме того на ракете r5 были производились опыты по грязному ядерному оружию то есть радиоактивные отходами снаряжалась боевая часть это проекты герань и генератор там в одном из этих проектов единая была емкость для жидких вот этих радиоактивных отходов а во втором случае это было как кассетный такой боеприпас небольшие с большим количеством небольших емкостей с жидкими радиоактивными отходами и когда советские ракетчики впервые испытывали вот эту ракету как проекта то ли герань то ли генератор и вот там был отказ на старте этой ракеты то есть она не стартовала это в каком году было это самое начало 50-х годов а то есть ориентировочно конечно это же еще до спутника и вот они ракета не стартовала и вдруг они увидели что из вот этой боеголовки с где должно было быть радиоактивное жидкое вещество стекает какая-то темная струйка и они в ужасе стали разбегаться от этой ракеты и вот один из испытателей он понял что на по всей видимости на испытании этой ракеты там не настоящее радиоактивное вещество просто какую-то гадость залили но какую-то темную жидкость которая имитирует вот эти вот радиоактивные вещества и вот ему надо было чтобы ракетчики запустили эту ракету чтобы они перестали чтобы они не боялись и вот он подошел к этой ракете пальцем набрал в одну вот мазнул пальцем по вот этому вот по вот этой жидкости и показал всем что смотрите я этот палец в рот засовываю он говорит не бойтесь и говорит это какая-то гадость но не радиоактивная не бойтесь давайте сейчас ракету починим и запустим вот это вот r5 вот она там и химическое оружие бы использовалось на ней и обычная взрывчатка в головной части и r5m стала первой ракетой это практически просто развитие идей немецкой ракеты фау-2 это двигатель фактически ракеты фау-2 только так сказать форсированный и то же самое топливо те же принципы управления и довели дальность до 1200 километров если я не ошибаюсь в районе полутора тысяч и вот следующая ракета которую значит необходимо было переходить уже от спирта на топлив на топлива в виде керосина и тут было две причины во первых керосин дает энергетические параметры этого топлива выше а во вторых очень важной чертой являлось то как не стойкость личного состава к воздействию паров и самой этой жидкости этилового спирта на солдат и офицеров красной советской армии шланг при заправке так прокладывали что всегда с него можно было слить сколько-то там литров этого замечательного продукта его там подкрашивали марганцовкой но все равно я кстати можно вас перебью недавно смотрел фильм про королева вот именно про вот именно про топливо спиртовое спиртовое назывался голубой дунай они между собой так называли и показывали насколько он был не 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 эффективен именно вот это топливо вот ну сравнительно было неплохо но оказалось что конструкция ракетного двигателя при этом проще и вот надо было изготавливать ракету уже двухступенчатую первую межконтинентальную баллистическую ракету и такой ракетой стала р-7 которая вытянула на себе и спутник и гагарина и полеты собак и первые успехи в космосе вот облёт гагарина гагарина запустили р-7 р-7 ракета это уже ракета которая на кислороде и керосине и там уже применялась не сферическая не грушевидная а цилиндрическая камера сгорания но двигатель эта ракета летает до сих пор работают производятся двигатели до сих пор первый полет по моему в 55 году с очень большими сложностями и вот с одной камеры сгорания не получалось снять необходимую мощность и валентин глушко главный ракетчик главный конструктор мощных ракетных двигателей наследник немецкой технологий он тогда сделал двигатель на кислороде и керосине вот этот двигатель давал тягу порядка 80 тонн но он имел в себе четыре камеры сгорания вот если посмотреть на низ на вот как бы на на двигатели ракеты союз в частности союз 2 1 который вот сейчас только недавно так сказать там и спутники запускал и космонавтов к мкс вот астронавтов уже так сказать не будут запускать практически но там именно видно что каждый боковой блоки центральный имеет четыре больших камеры сгорания не красного цвета красятся в красный цвет то есть 8 двигатель 80 тонного то есть 80 тонн тяга двигателя но эта тяга набирается четырьмя камерами сгорания то есть каждая камера дает только снимают с нее только 20 тонн то есть результат ниже чем у вернера фон брауна фау-2 не могли тогда снять высокую мощность с одной камеры сгорания а для работы турбины сейчас уже так не делают используется до сих пор используется перекись водорода там порядка ста тридцати пяти нет это в другой ракете извиняюсь ну короче не помню сколько там используется сколько-то там сотен килограммов перекиси водорода она раскручивает турбонасосный агрегат и качает жидкий кислород и жидкий керосин это прямое прямое заимствование немецких технологий именно так бы летала фау-1 советская р-1 р-2 и р-5 при помощи раскрутка турбонасосного работа турбонасосного агрегата за счет перекиси водорода сейчас современных двигателях уже так не делают и вот за счет вот этого вот продуктов разложения парогаз так называемый вот этого перекиси водорода работают рулевые двигатели маленькие двигатели там видны маленькие двигатели в боковых ступенях их четыре вот это когда она расходится крест королева раки двигатель называется rd-107 у него две рулевые камеры а центральный блок это rd-108 там четыре рулевые камеры они же должны работать в двух плоскостях уже после того как отойдут боковые ступени вот этот раскроется так называемый этот крест королева и вот до сих пор с тех пор еще прямой наследник немецкой технологии rd-107 rd-108 с камерой газ горания которая даже не дотягивает на кислороде и керосине до параметров немцев на жидком на на спирте и жидком кислороде вот этот двигатель до сих пор производится и до сих пор запускается ракета союз 21 современная ее только сейчас по-другому красят так получается вы смотрите подождите получается королев когда запускал гагарина когда запускал другие спутники он получается использовал вот немецкий разработку разумеется более того компоновочную схему ракеты r7 ракеты которая запускала запустила спутник которая явилась первой межконтинентальной ракетой хотя и практически непригодной для войны потому что она же открытая очень долго ее готовить к пуску то есть это оружие первого удара то есть мы знаем что в день в час че мы поднимаем ракеты она совершенно незащищенная очень большая то есть для войны она практически не не годилась это так называемые межконтинентальные ракеты нулевого поколения так вот вот эту компоновку этой ракеты нарисовал гельмут гретрук немец вывезенный из германии и вместе с большой группой несколько сотен человек немцев великолепных инженеров техников ученых эти самые специалисты по системам управления по гироскопам доктор магнус кох еще чрезвычайно одаренные люди и вот именно группа гельмута гретрупа вывезена из германии в советский сначала работавшая в германии под советским управлением а потом вывезена из советского союза вот они нарисовали компоновочную схему ракеты g7 которая потом стала ракетой р-7 ну конечно же уже в измененном модифицированном варианте но принцип был нарисован немцами талантливыми немецкими ракетчиками гельмут гретрук потом вернулся в германию и вот эти самые смарт-карты банковские карточки купю расчетные машины вот это все изобретение великолепного инженера гельмута гретрупа а как тогда вот советский союз да вот такая вот прям пропаганда до всего этого а как они так допустили то что допускались разработки немецких именно инженеров они они не допускали наоборот королев очень ревностно относился к работам немецких специалистов он использовал их идеи их разработки их чертежи их наработки но он же они же были засекречены это ж была спецсекретная спецоперация по вывозу немцев это же прямое нарушение договора о том что нельзя использовать немецкие военные технологии уже подписаны договора и сначала именно поэтому чтобы не нарушать действие этого договора сначала группа немцев была засекречена на территории германии а потом когда сохранение это в тайне уже нельзя было ну скажем так обеспечивать их тайно спецоперации нквд вывезли на территорию германии никто даже не пикнул они даже они были так приучены уже к порядку к тому что нквд так сказать надо слушаться и они на скажем так в охраняемой зоне город городомля они работали их разработки наработки использовались но их самих не никто не не скажем так не пускал уже к окончательному проектированию то есть вы давайте идеи рисуйте чертежи а мы это будем использовать а вы работаете дальше ну получается то есть идея была немецкая доработки уже получается советские основа основа фундамент немецкий на добротном немецком фундаменте с использованием немецких технологий немецких приборов более того борис чертог пишет как разработка как это самое как какие удивительные приборы были вывезены из оккупированной германии для работы наших электронщиков наших специалистов был еще такой случай когда ракета фау-2 она имела очень серьезный недостаток тот что она использовала ну будучи боевой ракетой она использовала жидкий кислород цистерны жидким кислородом его же очень тяжело хранить он же нужна теплоизоляция он все равно постоянно испаряется завод по производству жидкого кислорода очень уязвим в военное время могут разбомбить и подвижность этой ракеты то есть как бы было бы хорошо думали ракетчики если будет возможность договорю если будет возможность ракету запускать в заправленном состоянии на так называемых высококипящих топливах то есть топлива которая кипит при высокой температуре которая можно в жидком состоянии в баках ракеты сохранять в жидком состоянии в заправленном состоянии и такая ракета была сделана она называлась р-11 ее модифицированный вариант р-11 м это знаменитый скад ракеты скад б которыми ирак которые участвовали в очень большом количестве конфликтов в войнах их ирак обстреливал территорию израиля с достаточно серьезными разрушениями изгибелью мирного населения прежде всего от паники от страха перед этими ракетами погибло больше людей чем непосредственно от последствий самой бомбардировки население простое гражданское население несмотря на тренировки боялась что эти ракеты будут нести боевые отравляющие вещества то о чем предупреждал саддам хусейн и эти ракеты не использовались с боевыми химическими веществами но несколько людей на территории израиля задохнулись при неправильном использовании противогазов когда был вот этот стресс и паника когда были ракетные удары и рака во время американо-иракской войны войны в персидском саливе когда ирак обстреливал территорию израиля так вот эта ракета r11 когда ее под руководством королева стали запускать и борис евсеевич чертог пишет о том что вроде сначала запуски были сравнительно удачными а его есть такая поговорка у нас ну не у нас у конструктора у конструкторов что если все идет очень хорошо с самого начала то что то здесь не то надо при испытании новой техники всегда жди подвоха тщательно исследуй потому что новая техника всегда как правило будет преподносить какие-то сюрпризы так и получилось значит запас делают последующие запуски ракеты r11 и отказ системы управления вдруг ракета начинает уходить куда-то в сторону и вот они значит правил послали проводить расследование почему эти ракеты ведут себя таким образом и вот были найдены обломки этой ракеты и среди обломков были найдены рулевые машины и вот оказалось что в некоторых рулевых машинах там если не совпаде 4 рулевые машины и вот в некоторых из этих рулевых машин гидравлических рулевых машин которые управляли полетом этой ракеты по моему это да эта ракета до сих пор использовала немецкие технологии эта ракета использовала еще газо струйные рули графитовые газо струйные рули которые тогда кстати говоря папа пас графит использовался советскими ракетчиками и вот это вот графитовая промышленность скажем так которая обеспечивала арки ядерную промышленность они поставляли графит изготавливали то то чего с чем были сложности у немцев с вот этими графитовыми рулями а в ссср большие деньги были брошены на на ядерную программу и вот этот графит он использовался и для производства этих самых и для производства графитовых рулей управляющих потом от них отказались и вот эти рулевые машинки были найдены и значит было они увидели что оборвана тяга в этой рулевой машинке и вот тогда они про произвели эксперимент вот эту рулевую машинку сбросили то ли самолета то ли с вертолета с большой высоты она упала и они увидели что это тяга не разрушается при падении а некоторые рулевые машинки оставшиеся которые даже после падения они оказались рабочими и вот тогда эту рулевую машинку испытали на вибростенде и оказалось что это вот эта тяга в рулевой машинке имеет резонансную частоту порядка 5000 герц и входила в резонанс как возникали колебания и она разрушалась а в советском союзе не было вибростенда необходимого не было необходимых приборов для вибрационных испытаний вот этого двигателя и вот ракета р-11 потом были закуплены за рубежом через посредников вибростенды которые обеспечивали необходимые испытания а в советском союзе по моему только один такой вибростен был это по моему переделанный вот эта ракета скат b она это экспортная поставка ракеты r-11 ну точнее скат b это r-17 но это прямая прямой потомок ракеты r-11 и вот r-11 это была ракета на r-17 скат b вообще назывался керосинкой потому что на азотной кислоте и керосине а ракета r-11 тоже значит это предшественница ракеты вот этой р-17 скат b это просто скат и она уже могла и перевозиться их с и хранится в заправленном состоянии уже не нужен был жидкий кислород и один из вариантов транспортера для ракеты r-11 это было на основе шасси самоходной артиллерийской установки и су-152 знаменитый зверобой который воевал во время второй мировой войны с советской стороны я хочу еще рассказать такие моменты я заметил анализируя работу ракетных двигателей что технологически есть час определенный как бы порог и скорее всего это не случайно вот сейчас двигатель 80-тонного класса это двигатель мерлин который используется илоном маском в ракете falcon 9 там таких двигателей 9 и вот они это двигатели 80-тонного класса но это двигатель снимает 80 тонн тяги с одной камеры сгорания они с 4 как ракета r-7 как двигатель rd-107 ракеты r-7 и этот двигатель в половину легче потому что это уже современный двигатель работающий на жидком кислороде и керосине этот двигатель весит всего 500 килограмм он в два раза легче чем вот этот старый двигатель r-7 ракеты и двигатель r-107 ракеты r-7 и кроме того двигатель этот в два раза легче он не использует он использует для своей для работы турбонасосного на агрегата часть топлива которое сжигается в отдельной камере газогенераторе вместе с жидким кислородом и он не использует дополнительно перекись водорода это двигатель многоразовый и он с одной камерой сгорания когда необходимо было американцам создать ракету сатурн-5 которая бы реализовала лунную программу чрезвычайно надежная ракета то фирма rocket дайн создала двигатель 800 тоннного класса с одной камеры сгорания они снимали почти 800 тонн 750 тонн на уровне моря почти 800 тонн это рекорд для жидкостных ракетных двигателей в советском союзе глушко отказался делать такой двигатель на кислороде и керосине и для создания советской ракеты для полета на клуне планировалось использование ракеты rn1 эта ракета использовала 30 двигателей нк-15 а потом были разработаны усовершенствованы эти двигатели нк-33 этот двигатель 150 тоннного класса то есть тяга с одной камеры сгорания 150 тонн что-то похожее тоже тоже двигатель 150 тоннного класса в то время был разработан для боевой ракеты валентином глушко для боевой ракеты р-9 это последняя боевая ракета на жидком кислороде и жидком керосине вот она уже была лишена многих черт доставшихся предыдущим ракетам от еще от фау-2 эта ракета уже была без газоструйных рулей была двухступенчатая и там двигатель тоже давал порядка 150 тонн тяги но глушко тогда не мог сделать двигатель такой чтобы он давал 150 тонн и чтоб он использовал одну камеру сгорания и это ракета также точно как ракета до этого использовала четыре камеры сгорания то есть 150 тонн примерно 150 тонн получались с четырех камер сгорания то есть порядка сорока тридцати пяти тонн на камеру то есть только в ракете р-9 превзошли показатели немцев тягу 25 тонн уже на кислород керосиновом двигателе двигатель ракеты сатурн-5 обладал выдающимися для того времени параметрами это двигатель 800 тонного класса по очень простой системе а двигатель николая их 5 штук было на ракете сатурн-5 как я уже сказал а двигатель николая кузнецова сначала нк-15 а потом нк-33 давал 150 тонн тяги их приходилось иметь 30 штук на на ракете нерациональная конструкция этой ракеты как говорил глушко эта ракета возит воздух привела к тому что она сравнительно мало выводила на орбиту всего лишь 90 тонн полезного груза против 140 тонн ракеты сатурн-5 поэтому страшно поплыли веса не хватало не хватало грузоподъемности ракеты в проекте предполагалось что алексей леонов сам опустится на поверхность луны там буквально час погуляет по поверхности луны соберет там поставит флаг соберет камни грунт и быстренько улетит с поверхности луны потому что не хватало грузоподъемности ракеты это был авантюрный момент сейчас наиболее современные ракетные двигатели они одной камеры сгорания получают где-то порядка 200 тонн то есть двигатель f1 ракеты сатурн-5 он оказался слишком большой и он оказался заложником вот это вот своих рекордных параметров очень крупный очень большой двигатель и сейчас посмотрите друзья двигатель ракеты ракеты raptor корабля starship и ракеты супер хэви илона маска порядка 200 тонн дает на кислороде и керосине двигатель rd 108 170 систем который был сделан для боковых ускорителей системы энергия буран двигатель дает 800 тонн но с четырех опять любимая опять любимая схема академика валентина глушко то есть получать необходимую тягу с четырех камер сгорания 800 тонн дает один двигатель а 4 камни то есть с камеры сгорания снимается 200 тонн этот двигатель разделенный пополам это двигатель rd 180 дает порядка 400 тонн тяги а а двигатель еще раз то есть фактически одна камера сгорания с этого двигателя называется теперь rd 191 и этот двигатель дает порядка 200 тонн именно на этом двигателе летает опыт ну вот экспериментальные пуски и на этом двигателе сделана уже устаревшая ракета ангара потому что ракета протон которая должна на замену которой сделано ангара она начала разрабатываться в начале 60-х годов и через 30 лет она уже устарела к началу 90-х ракета ангара начала разрабатываться в девяносто втором году и уже прошло 30 лет почти и она уже устарела поэтому ракета ангара это ракета устаревшая ракета которая на которую потрачена чрезвычайно большое количество распили на денег потрачено времени и она уже устарела к моменту своего появления реальных первых полетов двигатели современные двигатели с камеры сгорания снимают порядка 200 тонн двигатель один из наиболее совершенных двигателей на жидком водородье и жидком кислородье дает порядка 300 тонн вот современная американская разработка сейчас по памяти просто боюсь назвать название этого двигателя кроме того самым мощным двигателем в истории это двигатель который по моему полторы тысячи тонн тяги но это твердотопливный двигатель бокового бустера бокового ускорителя системы space shuttle там два таких боковых ускорителя и каждый из них дает тягу порядка палат полторы тысячи тонн это мировой рекорд в советском союзе плохо дружили с твердым топливом со смесивым топливом и поэтому на системе энергия буран 4 жидкостных боковых блока с вот этими двигателями rd 170 валентина глушко по 800 тонн тяги а вместе они дают примерно столько же сколько дают то есть два жидко два ускорителя на жидком топливе системы энергия буран дают примерно такую же тягу как боковой бустер боковой ускоритель твердотопливной системы space shuttle спасибо друзья за внимание специально делать такой такое видео я сейчас не мог потому что я сейчас занимаюсь помощью нашим военным я потратил сейчас немножко больше времени чем планировал но это время но это мне кажется что это будет интересно вам мои друзья я делаю этот фильм для вас помогайте пожалуйста мне помогать нашим военным сейчас как никогда нужна ваша помощь благодарю вас друзья дякую вам друзей дякую вам за вашу допомогу дякую тим кто нам допомогает я не використовую цих грошей за для своих яких ось коштовных таких речей які коштують гроши мені не потрібні ні нові тряпки ні шось ні смартфони ні айфони я не схильний до цього дякую вам друзі допомогайте будь ласка я зараз постійно працюю задля наших військових я зараз майстерні дякую вам тим хто допомагає тряпки ні шоу на